всем привет я надеюсь что вы рады меня видеть дело в том что у меня новая камера вы можете заметить разницу между старой и новой камерой мне очень нравится сейчас качество единственный минус я записываю без микрофона так как мой новый микрофон почему-то не подошел под мою новую камеру я не знаю как это настроить пока не знаю но я буду об этом разбираться и смотреть но немного позже потому что нужно снимать сейчас видосик напишите в комментариях нравится ли вам мое качество сейчас нравится ли вам картинка для меня она новая для вас она тоже новая так как все таки это новое место новый фон и новая камера и новая одежда которую я вам сегодня покажу да это видео будет о вещах наконец-то я его снимаю с примеркой как вы любите так что если вам интересно оставайтесь вместе со мной давайте начнем с платья которые сейчас на мне собственно это платье бежевого цвета в стиле аниме как мне кажется потому что здесь присутствуют рюшечки потом такой вот галстучек и она действительно похоже на стиль аниме этом платье застежка молния полностью по всей длине платье присутствуют рюши на рукавах это платье не слишком обтягивает фигуру поэтому в нем конечно же очень комфортно к ней зону расклешенная и смотрится очень женственно это ультрамодная шуба из эко меха я давно уже отказалась от шуб из натурального меха по многим причинам конечно же я не вегетарианка не веганка и так далее я решила больше не носить шубы из натурального меха у меня была когда-то давным-давно шуба из норки это было лет 10 назад но благополучно три или четыре года назад я ее продала и с тех пор я не покупаю вещи из натурального меха все вы не представляете насколько этот мех приятный мне кажется даже на ощупь можно подумать что это шуба из натурального меха но нет это эко мех в этом сезоне очень модно носить вот такие шубки прямого кроя модно носить яркие шубы модно носить шубы из эко меха шуба состоит на 80 процентов из акрила и 20 процентов полиэс тоже прикольно были еще и другие оттенки но я выбрала себе такую фуксию вы можете подумать зачем мне во флориде шуба потому что здесь очень тепло температура примерно 25 27 градусов каждый день но я не могла удержаться я решила сделать себе фотосессию в этой шубке и так как она ультрамодная я подумала почему бы и нет что если мы полетим например нью-йорк там сейчас холодно я ее возьму с собой надену и все будет прекрасно хочу показать вам брючный костюм двойка от дизайнеров гипюр очень классно смотрится этот костюм необычно брюки раскрешенные на высокой посадке и топ он с такими вырезами очень очень модно сейчас носить такие вещи посмотрите какой он коротенький но из-за того что посадка высокая на брюках это не слишком бросается в глаза и смотрится этот костюм как мне кажется элегантно можно надеть его как и на выход так и куда-нибудь на мероприятие а также на брюках по бокам предусмотренные сетчатые вставки которые отлично дополняют образ так как во флориде очень жарко я стараюсь заказывать летнюю одежду все-таки здесь тепло и поэтому я заказала себе два брючных костюма эти костюмы одинаковые но разных цветов я не могла определиться с выбором хотела что-то яркое и подумала почему бы мне не заказать сразу два один идет бирюзовый а второй желт костюм состоит из брюк клеш и жакета без рукавов брюки имеет высокую талию классические стрелки на штанах и слегка раскрешенный крой и на жакетах расположены глубокие разрезы по бокам прорезные карманы с листочками и съемный пояс который продевается в петли мне нравятся эти костюмы они строгие но все таки женственные яркие эти костюмы дополняет ваш деловой гардероб а также мне кажется смело вы можете надеть их на любую вечеринку и будете смотреться великолепно еще одно платье аниме как я называю с рюшками платье клеш синего цвета я очень люблю платье клеш так как в них всегда вы выглядите стройнее запомните если у вас широкие бедра или нужно скрыть нижнюю часть вашего тела то надевайте платье клеш они прекрасно будут скрывать проблемные зоны и подчеркивают вашу талию вы будете выглядеть намного в них стройнее на сайте это платье присутствует в нескольких оттенках от светлого к темному я выбрала темно-синий вариант следующая платье в которой я влюбилась во-первых из-за цвета мне последнее время нравится такой коричнево-рыжий цвет с золотой фурнитурой мне нравится мне поэтому появилась сумка у меня много теперь таких платьев сзади это платье удлиненное спереди покороче и смотрится тоже это платье необычно еще я бы хотела надеть его под рваные джинсы либо под леггинсы кожаные мне кажется оно тоже будет смотреться очень стильно и прикольно кто следит за мной в инстаграм видел меня уже в этом красном худи я его обыгрывала с со своими хантерами у меня есть резиновые сапоги хантеры когда дождливая погода я их очень люблю носить сами знаете резиновые сапоги они не промокают близко всему они модные мне кажется они уже модны на протяжении пяти лет может быть шести эти хантеры и многие звезды в них ходят в америке в англии так как этот английский бренд и у нас как-то постепенно смотрю и в россии в казахстане появляются хантеры девушки не стесняются продолжают хотя многим не нравятся резиновые сапоги так как считают что это как-то по-детски как-то не серьезно как-то по-деревенски но я люблю резиновые сапоги мне кажется смелым девушкам кто не боится экспериментировать со своим образом подойдут они и даже необходимы в гардеробе дождливую снежную погоду их можно надеть под теплый носок и будет все замечательно так вот я под свои красненькие хантеры заказала себе худи красного цвета я очень люблю ходит по утрам когда отвожу дочку в школу все равно как-то прохладно и я стараюсь накинуть на себя что-то тепленькое худи отлично спасает у него очень стильный дизайн удлиненные рукава которые в пальцы продеваются и на рукавах самих черные вставки еще там же на сайте мне очень приглянулся спортивный костюм так как я все-таки планирую когда-нибудь выбраться в спортзал ну такое часто происходит что вы мечтаете мечтаете о чем-то например выбираете себе спортзал либо место жительства рядом спортзалом и в итоге когда вы получаете то о чем мечтали вы туда не ходите почему объясните либо это такие девушки любая такие люди ну вот я такой человек да сейчас живем в таком комплексе где спортзал в минуте ходьбы минуте но я туда не хожу я нашла себе причину отговорку что у меня нет спортивного костюма ну вот у меня появился спортивный костюм но я все равно туда не хожу у этого спортивного костюма брюки они на завышенной талии то есть весь ваш животик подтягивается и когда все равно брюки на завышенной талии ваша фигура смотрится сексуальный и стройнее и красивее топ короче но он хорошо поддерживает грудь и стильный дизайн вот и все вещи закончились ссылки под видео спасибо что посмотрели это видео я надеюсь вам все понравилось я надеюсь вам нравится мой фон напишите как вы считаете что мне дополнить может быть какую-то подсветку там сзади еще добавить я не собираюсь в этом я сейчас только начинаю как бы все это делается и для меня это прикольно интересно как бы такое вдохновение новое веяние потому что вот до этого я снимала на свою старенькую камеру и у меня принципе все устраивало я не хотела ничего менять но потом взяла себя в руки думаю нет надо все продать все продать и поменять техник потому что ну нельзя снимать три или четыре года на одну и ту же камеру потому что ну как бы вы блогер вы должны развиваться должны апгрейд делать до своего канала и так далее и я подумала да все таки хорошая была идея и я сейчас довольная как слон ну что буду с вами прощаться ждите новых видео я и не буду пропадать больше все обещаю мне теперь камеры появилась все причина есть всем спасибо за просмотр пока пока